Александр Серов, пользовавшийся небывалым успехом среди противоположного пола, пренебрежительно относился к женщинам. Артист не скрывал, что не раз изменял жене, которая прожила с ним 18 лет. Актриса Ирина Алферова стала единственной, о ком певец отзывается с большим уважением и нежностью. Серов мечтал увидеть признанную красавицу советского кино в своем клипе. Каково же было его удивление, когда Алферова, прослушав песни Александра, дала согласие на участие в нашумевшем ролике на композицию «Ты меня любишь». Два секс-символа сыграли влюбленных и смотрелись вместе настолько гармонично, что не оставалось сомнений, у них роман. Александр Абдулов ревновал жену к Серову, но его переживания были напрасными. Все были влюблены в Ирину, признавался Серов. Она честная, кроткая, открытая. Но у нас не было флирта, я не ее герой. Абдулов был против того, чтобы Алферова снималась в клипе Серова. Тогда Игорь Крутой, работавший в тандеме с Александром, обратился в театр, где числилась актриса. Там ему сказали по секрету, что Алферова с мужем переживают кризис в отношениях, поэтому лучше связаться с ней напрямую. Позже Ирина Ивановна призналась, что пошла на съемки ради мести мужу. Но это не помогло артистке наладить отношения с Абдуловым, и одна из самых красивых актерских пар рассталась. Вскоре черная кошка пробежала между Серовым и Крутым. Ходили слухи, что музыканты поругались именно из-за Алферовой, но эта информация так и не получила подтверждения. Неудачи поджидали артисты и в личной жизни. Неожиданностью для Серова стала новость о внебрачной дочери Алисе, которую родила его любовница поэтесса Валентина Аришина. Александру не удалось наладить отношения с Алисой и ее матерью. Валентина до сих пор не может простить того, что певец опозорил ее на всю страну, рассказав, каким способом дочь появилась на свет. У нее была специальная пробирка для сбора семени, объяснял артист на телевидении. Она все это всосала в пробирку и впрыснула в себя.